Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Афонтова проекта интервью. Меня зовут Клавдия Стельмакович, и я хочу вас познакомить с нашим сегодняшним гостем. Кандидат биологических наук, лауреат премии просветитель Александр Панчин. Кандир, здравствуйте! Здравствуйте! Вот вы преподаете на лекторских площадках такой курс по защите от магии и темных сил. У вас даже книжка про это есть. Вот скажите, маги, чародеи, колдуны, они существуют? До сих пор ни один маг, экстрасенс, чародей не продемонстрировал, что он такими способностями обладает. У нас есть премия, которая называется премия имени Гарри Гудини. Мы предлагаем миллион рублей за демонстрацию любых паранормальных, сверхъестественных способностей. У нас уже было 15 проверок, пока что все с отрицательным результатом. И аналогичный опыт у всех западных коллег, которые делали это задолго до нас. И, соответственно, я крайне скептически отношусь к существованию такого рода явлений. И для меня, собственно, защита от темных искусств – это, прежде всего, защита от тех когнитивных искажений, тех ошибок мышления, из-за которых люди могут верить в то, чего на самом деле нет. А почему мы в это верим? Что нас заставляет поверить в то, что вот это чудо возможно? Ну, что это очень много механизмов, за счет чего мы можем что-то поверить. Например, люди очень легко строят причинно-следственные связи там, где их нет. Очень распространены ошибки, которые называются «после значит следствие». Грубо говоря, петух по кругу колекову, солнце взошло, означает ли это, что если мы петуха зарежем, то солнце больше не взойдет. То, что два события находятся хронологически одно за другим, не означает, что между ними есть причинно-следственная связь. Но люди очень часто делают такую ошибку. Они думают, вот мне было плохо, я сходил там к целителю, и мне стало лучше, следовательно, целитель помогает. Или у меня была бородавка, бабка заговорила бородавку, через пару дней бородавка пропала, следовательно, бабка смогла с помощью какой-то магии меня от бородавки избавить. Игнорирую тот факт, что такого рода заболевания часто могут пройти совершенно независимо от такого типа колдовства. Это вот один из примеров того, как наш мозг легко ошибается. Например, люди очень склонны анимировать неодушевленные объекты. У нас есть очень полезная способность, сформированная в процессе эволюции, такая, как психологию называют модель психического, можно построить модель чужой психики. Ну, то есть представить, о чем думает другой человек, какие у него эмоции, какие у него взгляды, что он собирается сделать, его мотивы, цели и так далее. Но вот из-за того, что механизм анализа других людей у нас существует, мы часто применяем его и интуитивно легко его применяем к объектам, которые разумом не обладают. Серкс приказал высечь море после того, как оно утопило часть его армии, потому что... Почему? Ну, предположил, что у моря есть какие-то чувства, которые можно кнутом вызвать, наказать это самое море. Вот такого рода примеры существуют и в нашей повседневной культуре тоже. А вот вы не боитесь, что вас там кто-нибудь заколдует за такие слова? У меня уже пробовали и как бы как-то не работает. Не работает? На вас не работает? Ну, оказывается, нет. Ну, так в этом-то и суть, что если вы возьмете человека, который не верит во все это, то вы его и не можете заколдовать. Только в том случае, если человек верит, на него можно окнать психологическое давление. То есть представьте себе, что у вас есть человек, который искренне верит, допустим, в существование порчи. Ему звонит по телефону условно какой-нибудь экстрасенс и говорит, на вас родовая порча, я с вас сниму эту порчу, только вам придется продать квартиру и отдать мне все деньги. И вот есть люди, которые так делают. То есть они пугаются, как эта родовая порча, она еще передастся моим детям. И такой вот человек еще им скажет, что если вы этого не сделаете в течение ближайших двух дней, то вообще все пропало. Вы подумаете о ваших внуках, там еще в таком-что-нибудь таком духе. И люди, которые в это верят, находясь под таким психологическим давлением, если оно оказано, скажем так, профессиональным мошенникам, то они легко идут на поводу. И вот таких примеров достаточно много. Вот не верьте. Какие мифы такие вот околонаучные самые опасные для нас? Мне кажется, современные реальности, самое опасное из того, что массово тиражируется, это альтернативная медицина, то есть самые разные подходы, не имеющие доказанной эффективности, которыми пытаются лечить людей, люди, не обладающие достаточно знаниями в области медицины и в области того, что такое наука. Так вот, в качестве одного из примеров альтернативной медицины, так как классическая альтернативная медицина, это, конечно же, гомеопатия. Мы в комиссии борьбы с уже наукой выпускали меморандум о уже научности гомеопатии. Он есть в интернете, и желающие могут прочитать и подробно ознакомиться с аргументацией, почему это не работает. Но если кратко, гомеопатия – это представление о том, что вы можете взять какое-то вещество, развести его сначала в 100 раз, потом еще 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 в 100 раз, и так 30 раз. Так в том же не останется никакого этого самого вещества. И этим лечить самые разные болезни, включая в том числе и очень серьезные. Например, есть примеры, как гомеопатии лечили онкологические заболевания, и в результате люди не получали должного лечения, которым было необходимо. Например, у меня и знакомый онколог, рассказывавший такую историю из личной практики, привели мальчика с опухолью в щеке диаметром 20 см. Эту опухоль на самом раннем этапе обнаружил стоматолог, рекомендовал пойти к онкологу, но вместо онколога родители отправили ребенка к гомеопату. И тот 9 месяцев пичкал его с сахарными шариками, в которых ничего не было. То есть вот это, мне кажется, очень страшно. И сегодня это принимает, как мне кажется, по-настоящему катастрофические масштабы, потому что это очень сильно интегрировано на уровне государства. Минздрав ничего не делает для борьбы с гомеопатией, хотя их уведомляли о проблеме. У нас есть, скажем так, в Академии наук люди, которые занимаются, в том числе, торговлей с такими вот сахарными шариками. То есть некоторое лобби существует. Вот вы опубликовали меморандум. Что-то поменялось? Я недавно сходила в аптеку, мне снова порекомендовали средства от простуды, вы, наверное, знаете, французское такое, из печени утки. А открыто провизор мне его рекомендуют. Ничего не поменялось? Ну, что-то поменялось. Во всяком случае, появилось некоторое больше общественное давление, и появилось больше людей, которые не боятся, скажем, работы в аптеке, сказать, допустим, клиентам, которые пришли туда, что, вы знаете, мы, конечно, продадим гомеопатию, потому что мы обязаны, но мы вам не рекомендуем. Ну, вот такого рода вещи. И про это писают мне люди, которые с этим сталкиваются, с таким вот опытом делятся, что появились люди, которые более открыто выступают в гомеопатии, как в медицинской среде, так и в среде аптекарей, так и, если еще какие-то курсы. То есть есть курсы, где прямо по гомеопатии и студенты начинают выступать на тему того, зачем вы нам это преподаете. Насколько опасно заниматься вот таким вот развенчанием мифов? Насколько другая сторона, альтернативная наука, она вот агрессивно реагирует на развенчание ее мифов? Ну, самая страшная история препаратуры, я слышал это про то, как некоторые мои коллеги, они держали сайт, посвященный биологически активным добавкам и их критике, то есть они разбирали побочные эффекты многих из таких добавок и недоказанную эффективность. И там, вот именно в этом случае, дошло до того, что программист, который занимался, собственно, сайтом, он получил угрозы типа того, что мы знаем, куда ваша дочка ходит в школу. Вот это была такая самая стремная история. Но, допустим, лично я никаких угроз такого типа не получал. Ну, то есть таких, которые бы стоило воспринимать всерьез, чтобы тот не позвонил или что такое. Понятно, что в интернете огромное количество людей, которых можно условно назвать там хейтерами, люди, которые не согласны, рассказывают про то, что меня купили какие-нибудь спецслужбы или там ЗОК, криптилоиды или там какая-нибудь корпорация. То есть есть люди, которые призывают там сжигать колдунов-ученых типа Германа Стерлигова. Есть некоторые агрессии и негатив, но я никогда не испытывал такого ощущения именно страха, что вот эти люди придут и сожгут меня на костре. Пока. То есть я допускаю, что в будущем ситуация может стать хуже, но пока еще можно свободно высказывать такого рода критику и пока не бояться за свою жизнь. Вы член экспертного совета премии, антипремии, ВРАУ, академик ВРАУ, вот этого звания. Расскажите, кто-нибудь из лауреата за несколько лет пришел, забрал премию? Вообще, насколько они обижаются за эту премию? Антипремия «Почетный академик ВРАУ». Она сделана порталом Макро Погенесру и совместно с фондом «Эволюция». И вот я был в жюри всех трех прошедших премий, которые были. Побеждали очень достойные антиноминанты, или как правильно назвать. Ни разу не было такого, чтобы они приходили. Но на последнем мероприятии финалист, не победитель, а финалист этой премии, скажем так, Евгений Подосенков, он сам не пришел, но пришли какие-то люди с его группы поддержки. У них была запись, и у них был магнитофон, который они подсоединили, приковали к, как я понял, к бакдюрчику, как это назвать, не знаю, в общем, к чему-то там на верхнем этаже балкона. И, значит, матюгальник поматюгался на нас, прежде всего, на Александра Соколова, который главный организатор этого всего, на тему того, что вот вы всем соврали, честных людей обижаете. «Я была уверена, что проиграю». «Саша Соколов обманул аудиторию. Из ущербной зимысти к успешному ученому припоставил книгу Панасенкова на голосование. Мошеннически вместе с ордой бытлогоблинцев накрутил голоса и забанил всех, кто публиковал положительные рецензии на труп Панасенкова». В самом начале я вообще подумал, что это часть нашего проекта. И только когда народ начал пытаться демонтировать эту штуку, тогда я понял, что нет, это не постановочно, это не мы придумали. Потому что было бы очень забавно. Мы всегда ждем, что там кто-то придет. На самом деле нам бы хотелось, чтобы кто-то пришел, чтобы кто-то пришел, высказался, объяснил почему. Они занимаются тем, чем они занимаются. Но вот нет. Люди, которые приходят на все вот эти лектории, это одна и та же группа людей? Или все-таки меняются? И есть какой-то более широкий охват, он растет, увеличивается? Ну вот на тех же ученых против мифов регулярно спрашивают, пришли ли вы на форум в первый раз или вообще не первое ли это ваше, скажем так, научно-популярное мероприятие. И стабильно где-то половина зала поднимает руку. То есть они утверждают, что они в первый раз пришли на научно-популярной лектории. И вот в этом смысле аудитория меняется. Хотя понятно, что, наверное, эти люди видели какие-то лекции раньше в интернете. Ну, наверное, не знаю точно. Но люди приводят своих родственников, друзей, знакомых, одноклассников, однокурсников. И что мы наблюдаем, это на самом деле огромный рост всего вот этого вот научно-популярного тренда, что ли. То есть это и увеличение разнообразия лекторов, всяких проектов, площадок, YouTube-каналов, научно-популярных СМИ. И, соответственно, увеличение охвата аудитории всех вот этих вот направлений. И поэтому есть некоторый оптимизм, что все-таки вряд ли это старые люди открывают новые аккаунты и по два раза подписываются. Все-таки, наверное, все больше новых людей интересуется наукой. Ну, а вот среди лекторов вот этот вот такой некий снобизм ученых, которые хорошо все знают по отношению к вот такой среднему такому гражданину, который школу окончил, университет и вот как-то больше ничем не интересовался. Он вот как-то уходит по вашему мнению? Ну, мои люди очень разные. И по-прежнему есть как снобы, так и те, кто за то, чтобы интересно и в доступной форме рассказывать людям то, что они знают. И всегда будет, как бы, какой-то, знаю, такой вот диалог, который, кстати, происходит и внутри нашего научного, такого популярного, ну, сообществом. Это как бы сложность, на самом деле, прямо сообществом, потому что не все друг друга знают, не все друг с другом общаются. Ну, вот есть какие-то группы людей, которые как-то взаимодействуют. И есть там какие-то люди, которые постоянно говорят, что тоже это вы, все это бесполезно, все это никому не надо. Да, и это же не образование. Люди все равно только поверхностные какие-то стучки ухватят и больше ничего не узнают. И будут просто, ну, пребывать в каких-то заблуждениях, которые мы уже им типа так вот посеем. Потому что у них не будет полного понимания там той или иной области. Такие люди есть. Есть люди, которые говорят, что, наоборот, мы больше вреда сделаем. Но мне лично кажется, что, во-первых, эти обвинения беспочвены. Во-вторых, что люди, послушав лекцию какую-нибудь про там ту же генную инженерию, нередко решают заинтересоваться этой темой более подробно, прочитать какую-нибудь книжку. То есть вполне мне не нравится такое отношение к аудитории, как к людям, которые они одну лекцию послушали, решили, что они все знают. Наверное, такие люди тоже бывают, но это скорее исключение из правил. Мне кажется, что большинство людей, которые ходят в такого рода мероприятия, люди достаточно любознательные. Раз уж про генную инженерию говорили, у вас первая книга была посвящена как раз генетически модифицированным организмам. Прошло несколько лет, книгу хорошо почитали, лекции тоже послушали. Вот вы видите, что отношение к ГМО изменилось? Да, по крайней мере, в интернете этот самый очевидный эффект. Я не знаю, вызван ли он именно моей книжкой, чем он вообще, в принципе, вызван. Но вот факт. Раньше, когда выходила какая-нибудь новость про вред ГМО очередная, то я сталкивался с тем, что подавляющее большинство комментариев под этой новостью были крайне анти-ГМОшные. При этом не было практически никаких попыток контраргументировать, не было никаких людей, которые бы аргументированно выступали против того, что написано в этой агитке условной. А сейчас ситуация изменилась. Раньше я чувствовал для себя необходимость выступить в роли того человека, который разбирает эти мифы. Теперь мне этого делать вообще не приходится. То есть появляется какой-нибудь новый очередной ролик анти-ГМОшный, какая-то передача, какая-то статья, и под ней уже куча людей комментируют, что послушайте какую-нибудь лекцию, уже хватит повторять одни и те страшилки, эти глупости. То есть я уже очень давно не испытывал необходимости вмешаться в такие обсуждения. И для меня это такой показатель, что что-то изменилось, по крайней мере, в интернете. Ну вот поставьте точку для наших телезрителей. ГМО это вредно или нет? Если съешь генетически модифицированную морковку, например, станешь морковкой? Генетически модифицированная морковка ничем принципиально не отличалась бы от обычной морковки. То есть все риски, которые мы можем предположить, что они могли бы быть для генно-модифицированного какого-то сорта, такие же риски могли бы быть и для любого сорта растения, полученного любым другим способом. Будь то там селекция с использованием или без использования там радиационного мутагенеза или просто обычный продукт эволюции. Какой следующий миф готовите для того, чтобы его развенчать? У меня сейчас больше фокус на вот этих релиз-активных препаратах. Это такая современная аналог гомеопатии. То есть по сути такая же гомеопатия, только под новым брендом. То есть создатели осознали, что, видимо, гомеопатия это уже не модный бренд, который утрачивает доверие, потому что люди про это очень много говорили, выступали. И вот они назвали свой препарат релиз-активное. Есть российская компания, которая их производит. И как раз основатель этой компании, он член-корреспондент Российской Академии Наук. И вот он как раз стал лауреатом антипремии ВРАУ. В этом году, да? Да, а также его компания получила антипремию. Вот есть премия за верность науке, а есть в ней антипремия. И вот компания, которая производит такие вот препараты, они релиз-активные, получила от Минобра антипремию. Когда мы окончательно забудем про гомеопатию? Сложно сказать, но есть, может, никогда и не забудем. То есть, задача не в том, чтобы мы окончательно про нее забыли. Люди имеют право лечиться, чем они хотят лечиться. И я, в принципе, за свободу действий, слова и так далее, и так далее. Но надо же было, чтобы государство про это забыло. Надо, чтобы это не входило в государственные курсы образовательные. Надо, чтобы это было правильным образом маркировано, чтобы люди, которые не хотят лечиться медициной с недоказанной эффективностью, были уведомлены о том, что вот это та медицина, которая не имеет доказанной эффективности. Когда мы приходим в аптеку или когда мы приходим в клинику, мы хотим, чтобы врач или аптекарь назначили, выдали те препараты, которые являются наилучшими для лечения того или иного заболевания. Чтобы мы не просто деньги на ветер пускали, чтобы это было то, что по современным научным представлениям должно нам на самом деле помочь. И вот трагедия всех этих историй в том, что так вот устроена современная система здравоохранения, что можно абсолютную фигню взять и продать кому-то, и сказать, что вот это классно. Вот против этого я выступаю, и многие мои коллеги тоже. Оксана, спасибо вам огромное за очень интересный, я думаю, полезный разговор. Друзья, кандидат биологических наук, лауреат премии просветитель Александр Панчин был сегодня у нас в гостях. Вы смотрели Афонтово, это был проект интервью. До новых встреч в эфире, до свидания.